Голландский художник Величайшим художником 17 века Творчество его считается чуть ли не вершиной голландской живописи Причем библейские сюжеты в творчестве этого художника занимают две трети Хотя в 17 веке уже библейские сюжеты были малопопулярны Люди хотели картины вешать у себя в гостиных, в домах И какие-то грозные библейские сюжеты уже не пользовались популярностью Но этот человек все равно в основном рисовал на библейские сюжеты И мы сегодня поговорим о последней картине этого человека Который считается его чуть ли не главным шедевром Что тоже необычно, почему? Потому что, как правило, на пике творчества в зрелые годы художники рождают шедевры А уже последние картины бывают намного ниже по качеству Но у этого человека наоборот Его последняя картина, которая считается его завещанием Одновременно, если не самый главный его шедевр, то один из главных его шедевров Я думаю, вы догадались, что сегодня мы с вами поговорим о Рембрандте ван Рейне И его знаменитая картина «Возвращение блудного сына» Но вначале давайте вместе с вами откроем, конечно же, эту библейскую историю О которой сегодняшняя картина будет И откроем с вами Евангелие от Луки, пятнадцатую главу Евангелие от Луки, пятнадцатая глава И прочитаем вместе с вами Давайте начнем с первого стиха Приближались к Нему, к Иисусу Все мытари и грешники слушать Его Фарисеи же и книжники роптали, говоря Он принимает грешников и ест с ними Но Он сказал им следующую притчу На самом деле Иисус сказал не одну притчу, а две притчи Первая притча о потерянной овце была Мы ее пропустим А вот вторая притча с одиннадцатого стиха Еще сказал У некоторого человека было два сына И сказал младший из них отцу Отче, дай мне следующую часть имения И отец разделил им имение По прошествии немногих дней Младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону И там расточил имение свое Живя распутно Когда же он прожил все Настал великий голод в той стране И он начал нуждаться И пошел, пристал к одному из жителей страны И тот послал его на поля свои пасти свиней И он рад был, но полный чрево свое Рожками, которые ели свиньи Но никто не давал ему Придя же в себя, сказал Сколько наемников у отца моего Избыточствует хлебом А я умираю от голода Встану, пойду к отцу моему И скажу ему Отче, я согрешил против неба и пред тобою Уже не достоин называться сыном твоим Прими меня в число наемников твоих Встал и пошел к отцу своему И когда он был еще далеко Увидел его отец его и сжалился И побежав, пал к нему на шею и целовал его Сын же сказал ему Отче, я согрешил против неба и пред тобою И уже не достоин называться сыном твоим А отец сказал рабам своим Принесите лучшую одежду и оденьте его Дайте перстень на руку его и обувь на ноги И приведите откормленного теленка И заколите, станем есть и веселиться Ибо этот сын мой был мертв и ожил Пропадал и нашелся И начали веселиться Старший же сын его был на поле И возвращаясь, когда приближался к дому Услышал пение и ликование И призвав одного из слуг, спросил Что это такое? Он сказал ему Брат твой пришел И отец твой заколол откормленного теленка Потому что принял его здоровым Он осердился и не хотел войти Отец же его, выйдя, звал его Но он сказал в ответ отцу Вот я столько лет служу тебе И никогда не приступал приказания твоего Но ты никогда не дал мне и козленка Чтобы мне повеселиться с друзьями моими А когда этот сын твой Расточивший имение свое с блудницами Пришел ты, заколол для него откормленного теленка Он же сказал ему Сын мой, ты всегда со мною И все мое твое А о том надо было радоваться и веселиться Что брат твой сей был мертв и ожил Пропадал и нашелся Вы знаете, вот притча о блудном сыне Всегда была популярна среди художников И естественно, каждый художник Он не просто стремился иллюстрировать эту притчу Но что-то вложить в нее свое Как-то по-своему интерпретировать Так вот, знаете, очень интересно Что то, как рисовал свою картину Рембрандт Очень отличается от художников того времени Я вот вам покажу несколько картин того времени Для сравнения Вот картина одного голландца Который голландец То есть он был из одной страны с Рембрандтом Корнелис Массейс Но жил он раньше И у него есть картина Возвращения блудного сына Видите, вот эта картина 16 века Возвращения блудного сына Видите, вот приходит сын, кается Там сзади кто-то беседует То есть такое чувство, что вот есть жизнь Красивые пейзажи там голландские Вот там дома стоят, дерево стоит Люди беседуют Ну и вот на фоне вот какая-то такая бытовая сценка Сын что-то прибежал к отцу Но в принципе Вот и люди сзади И пейзаж Все как бы так довольно равнодушно Два человека там сзади Беседуют о чем-то своем Жизнь идет своим чередом Красивый пейзаж Вот тут какое-то происшествие произошло Вот такая картина Вот еще одна картина Другого голландца Который в принципе написал свою картину Почти что в те же самые годы Что и Рембрандт Это голландец Ян Стейн Картина тоже называется Возвращение блудного сына В отличие от Рембрандта Ян Стейн был в то время Очень популярным художником в Голландии И вот видите На его картине столько много деталей И модная собачка там такая Которая встречает Рембрандта И корзина с фруктами Там на голове у женщины Видно что видите Сбоку теленок Которого привели уже Готовят его заколать для пира Даже вон видно Сверху кто-то в рог трубит Чтобы возвестить людям О такой радости Ну тоже вот такой пейзаж Люди что-то веселятся Собачки бегают Вот такая картина Вот еще одна картина Написанная уже испанцем Но тоже в те же самые годы практически Что и на картина Рембрандта была написана Испанец Бартоломео Мурильо Тоже возвращение блудного сына Здесь видите Испанец он так очень старается дотошно Иллюстрировать сам сюжет На блюде, на подносе Приносят одежду Как мы видим в притче Дайте ему новую одежду Вместо лохмотьев Опять ведут теленка для пира Видите тоже собачка опять бежит Вот это вообще Когда вот вижу этих собачек Всегда вспоминается другая наша Уже советская картина Помните опять двойка Когда приходит Горимыка сынок Вот и тут собака такая Ну что типа Вот и тут вот В принципе во многом Вот эта собачка Она списана С великих европейских художников И часто вот именно В истории о блудном сыне Собачка вот Вот и Ну видите Как бы вот на всех этих картинах Такие довольно Житейские сцены Такие довольно театральные Вот В 19 веке Я хочу вам показать Еще одну картину Уже нашего российского художника Николая Лосева Тоже возвращение блудного сына Но это уже 19 век Ну вот видите Точно так же Вот такие лохмотья на сыне Вроде бы такие Театральные лохмотья Но при этом Очень такая правильно Подстриженная борода И прическа сделана Да Как будто Ну и он такой накачанный Как будто только Побыл в фитнес-клубе В парикмахерской Одел на лохмотье И вот пошел И даже сам отец Такой Он такой Какой-то Сказочный Вещун какой-то Сказочный старец Вот который пришел Такой Ну просто Самоправедность В белых одеждах Тоже То есть довольно-таки Все Все театрально Вот очень интересно Знаете Что Вообще Сама тема Блудного сына Интересовала Рембрандта всю жизнь У него есть и рисунки И гравюры С этой тематикой Вот например Есть работа Которую Рембрандт сделал В 30 лет Вот И в чем-то Эта работа схожа С картинами того времени Посмотрите Работа его Такая Гравюра Здесь тоже есть Видите И пейзаж Там И крыльцо дома Да Уже конечно Нету никакой там Собачки Нету теленка Но тоже Видите Люди как-то Изображены Сбоку Чтобы Выразительнее Смотрелись Их Позы Вот И вот Последняя Картина Рембрандта Которую Он написал И в этом же году Умер Рембрандт Это 1669 год Работа Которая Уже является Его последней Работой Или его завещанием Здесь Рембрандт Не стал добавлять Никакие Второстепенные Детали Словно Его уже Не интересовало Внешнее Здесь Как бы Все сконцентрировано На внутреннем Мы даже С вами Лицо Сына Не видим Да Рембрандт Делает все Чтобы мы Как бы Сосредоточились На главном А главное Здесь Отец Вот те чувства Которые выражает Отец И именно На отце Даже не на сыне На отце Поставлен Главный Акцент А все остальное Тут было бы Лишним Одежда Там Теленок Ничего Этого нет Очень интересно Что Рембрандт Написал эту картину И закончил ее Уже в год своей смерти Когда он понимал Вообще Что такое Потеря Естественно К этому времени Он уже потерял родителей Которых очень любил Пока отец не умер Он даже не переехал В Амстердам Так уважал И любил Своего Отца Он потерял В это время Свою любимую жену Уже Рембрандт Потерял славу Потерял популярность У него уже Не заказывали портреты Как раньше Его картины Уже практически Не продавались Он Будучи в свое время Очень богатым человеком Обеднел Потерял свое имущество Его имущество Было распродано С молотка Интересно Если вы когда-то Были в Амстердаме Это знаменитый Дом Рембрандта Где сейчас его музей Так вот В этом доме Он прожил 20 лет Но из этого дома Его выселили И все имущество его В том числе Этот дом Все это было Все это было Продано Продано Самым близким человеком В это время Для него был сын У него с женой Было до этого Трое детей Но все дети Умерли в младенчестве Потом его жена Она родила четвертого Титуса И когда Титусу было Десять месяцев То и жена Также умерла И вот Рембард Чрезвычайно любил Своего сына И у них были Такие очень Теплые отношения Вот в эти последние годы Его сын помогал ему Как-то выжить Старался реализовывать Его картины И вот В 1968 году Титус тоже умер От чахотки Ему было 26 лет Рембруту уже было 62 года Это был для Для него Страшный удар Он в это время Как-то закрылся Практически ни с кем Не общался И в уединении Писал несколько своих Последних картин Среди которых Вот и картина Возвращение Блудного сына Вы знаете Вот Когда знаешь Вот эту историю Что в год Смерти сына Он начал Писать эту картину А в год уже Своей смерти Он ее закончил То как будто Знаете Становится очень много Понятно вообще Вот в самой фигуре Отца Как будто Вот в этой картине Отец Исполняет Мечту своего Самого художника Что это за мечта Наконец Обнять своего сына Сына которого нет И вот Закончив эту картину Рембрандт умер И вы знаете Вот Несмотря на то Что конечно Рембрандт гений И его творчество Оно гениальное Все равно Эта картина Выделяется Другой гениальный Художник Ван Гог Он как-то сказал Про эту картину Нужно умереть Несколько раз Чтобы так Рисовать Вы знаете Такое ощущение Что Действительно Эту картину Он нарисовал Умерший уже человек Внутренне умерший Внутренне умерший Как говорит апостол Павел Уже не я живу Как будто уже его Его нет Как будто Знаете Что-то Высшее Рисовало Эту картину И поэтому Эта картина Она отличается Вообще И от Картин Современников Да и Среди Творчества Рембрандта Она тоже Как-то стоит Отдельно И я вот Всю прошлую неделю Я рассматривал Эту картину Я думал И вы знаете Вот прежде всего То что видно В ней Это отношение Между поколениями Вот Если мы с вами Откроем Книгу Малахии Четвертую Главу То Практически Последние Стихи Ветхого Завета Пятый Шестой Стих Малахия Четвертая Глава Пятой Шестой Стихи Вот я Пошлю К вам Илью Пророка Преднаступлением Дня Господня Великого И страшного И он Обратит Сердца Отцов К детям И сердца Детей К отцам Чтобы я Придя Не поразил Землю Проклятием Проклятием Из-за того Что отношения Между отцами И сыновьями Их нету Отношения Между родителями И детьми Нету Мы всегда Думаем Что когда Бог Что-то будет делать Он наполнит Наше поколение Но когда мы читаем Слово Божье Мы видим Когда Бог Что-то делает Он налаживает Отношения Он не только Благословляет Какое-то поколение А он налаживает Отношения Между поколениями Вот если вы изучаете Историю церкви Какие бы великие вещи Господь не совершал В каком-то поколении Как правило В следующем поколении Это все исчезало Почему? Да потому что Отношения между Поколениями Это не было Сколько вообще Из нас людей Выросло Без отца Когда воспитывались Столько Мамами Слава Богу За матерей Но отцы Необходимо А их не было Они возможно Ушли А возможно Остались Но им было Некогда Они все время Были чем-то Там заняты И люди Вот эту боль Выносят Из своего дома Выносят Из своей семьи Что это за боль Какой-то отверженности Потому что Драгоценное У нас есть Вот эта нужда Нужда Вот припасть К кому-то Как вот В этой В этой картине К кому-то Кто больше нас Кто старше нас Вот просто Прики К более мудрому К более взрослому К более старшему Прийти На грудь Свою голову Положить И что интересно Когда мы вырастаем Знаете Даже когда Был отец И вроде бы Воспитывал отец Но люди вырастают И бывает Есть отношения Там с отцом В детстве А уже во взрослом возрасте Уже нет Даже отец живой А отношений нет А нужда-то есть Потому что Ведь сколько бы Нам не было лет Но мы ощущаем себя В чем-то Вот этими детьми Которые нуждаются В каком-то большем Вот не случайно Полностью картину Покажите Вот когда Блудный сын пришел Видно, что он Вот склонил Свои колени Почему? Да потому что Возможно Если бы он встал То он был бы Выше папы Если бы он стоял Он возможно Был бы выше Выше собственного Отца А хочется ведь Сколько бы нам Не было лет С кем-то Чувствовать себя Маленьким И отношения Между поколениями Эта картина Показывает Невозможной Без взаимного Прощения Часто Мы вот это Величайшее Благословение Теряем Из-за мелких Обид Мелких Недовольств Что-то нам там Показалось Мы обиделись Уже даже и не помним Из-за чего обиделись Но отношения Исчезают И мы вот это Чувствуем Одиночество Да конечно Слава Богу Когда мы приходим В церковь Мы можем Прийти Не просто К грозному Судье А прежде всего Мы приходим К нашему Небесному Отцу И молитва Которую мы видим В Евангелиях Начинается вообще Со слов Отче наш Сущий На небесах Когда мы приходим К Богу Прежде всего Мы приходим К Папе И самое великое Благословение Которое лично Я в последние годы Ощущаю В своей жизни Это не просто Спасение Не просто Искупление Не просто Что я новая тварь Во Христе Иисусе Самое главное Благословение Мне кажется Об этом Иисус Говорил чаще всего А мы почему-то Это не замечаем А благословение Это я И отец Одно И абсолютно Убежден Что он это говорил Не просто Как второе лицо Божества Он говорил Это как Сын человеческий Потому что Он и нас Приглашает В это единство Чтобы мы были Так же едины С ними Как сын Един с отцом Чтобы мы Так же Переживали Это единение Но Очень важно Конечно Видеть Что Это не просто Сын Пришел К отцу Не просто Сын Пришел А именно Блудный Сын Пришел К отцу То есть Ему Есть За что Каяться Как будто Он провел Какую-то Жизнь Бурную Там Своеобразную И вот Теперь Он пришел С неизбывшимися Надеждами С неосуществившимися Планами К давно Покинутому Им Отцу Вы знаете Очень интересно Что я как говорил Что Рембрандт В своем творчестве Неоднократно Возвращался К теме Блудного сына И у него Есть такая Картина Вот Автопортрет С женой Можно Показать его Автопортрет Рембрандта С женой Он был написан Когда Художник Был В славе И в богатстве Он недавно Женился Очень любил Свою жену У него как раз Был брак Который называют Счастливый брак Удачный брак И вот Он сидит Видите Чуть обернулся У него кубок Кубок С вином На коленях Его жена Сидит Очень интересно Что Картина Эту Вот Собственный Автопортрет Женой Рембрандт Назвал Блудный Сын В таверне Как будто Вот эта история Когда блудный Сын Уже Ушел И вот Себя Он изображает В виде этого Блудного Сына В таком Помпезном С пером Там вот Сзади еще Павлин Такое блюдо Из павлина Видно Павлин Символ Тщеславия И жена его В виде блудницы Сидит на коленях И вот Блудный Сын В таверне Вот эта Картина Написана На пике Его Как бы Известности Богатства Когда много Заказов У него в это время Ученики появились Ему 30 лет Когда он рисует Эту картину И вот Последний год жизни Он рисует Другую картину Возвращение Блудного сына Тут блудный сын В таверне А тут Блудный сын Вернулся Расточив Уже свое имение Видите Он уже Оборванный Нищий Стоит На коленях Прячет Свою голову На груди Старика Отца Возможно Впервые За много лет Ощутил Объятие Настоящее Объятие Не корыстное Не просто Такое формальное Дружбан А настоящее Объятие Любви Видите У него Стоптанные Ноги И ботинки Все уже Изношенные Видно Что Путь был Долгий Путь был Тиранистый Если на Предыдущей Картине Там у него Шпага То тут Видны у него Пустые ножны Без кинжала Все У него Битва Закончена Он Отвоевался Отсражался Даже Обратите Внимание Он Отца Даже Не обнимает Такое Чувство Что у него Руки Впереди Как будто Он Молится Ну и Бритая Голова Я помню Когда впервые Видел эту Картину Она мне Сразу Не понравилась Потому что У сына Бритая Голова На всех Картинах Где Я видел Иллюстрацию Притчи Иисуса Христа Такого Не было Меня это Всегда Удивило Даже Как-то Немножко Оттолкнуло Поначалу А потом Я узнал Что это Просто Бритые Головы У Катаражан Были То есть Видно Что Нахлебался Этот сын И вы знаете Во многом Рембрандт Я думаю Ощущал Себя Вот Так Обнищавший Все Растерявший Имевший Популярность Все Больше Не было Популярности Имел Деньги Все Распродали Его Шикарный Дом Был Продан С молотка А он Жил Где-то На окраине Амстердама Уже Доживал В комнатухах На окраине В еврейском Квартале У него Как будто Ничего не Осталось И не случайно Заметьте Лицо Сына Лица Всех На этой Коптении Мы можем Видеть Кроме Лицо Сына Почему Чтобы каждый Из нас Мог представлять Себя На месте Этого Сына Поэтому Лица Мы Не Видим Поэтому Он И стоит К нам Как бы Спиной Словно Говорится Ну что Как и смиренным Людям Смиренным Дает Благодать И вы знаете Как бы Не была Выразительная Фигура Сына Все-таки Главный Здесь Вот Весь Свет Направлен Словно На Отца Такое Знаете Ощущение Как будто Лицо Отца Сияет Таким Золотым Светом Если вы Потом Подробнее Рассмотрите Вот этот Свет И как будто От этого Света Уже Освещены И руки Отца И сам Сын Словно Освещен Светом Лица Отца И вы знаете Тут Другая Грань Потому что Если бы здесь Просто было Как покаяние Блудного Сына Это была бы Картина Как много Величайших Картин А это Гениальная Картина Почему А здесь Как будто Говорится Многие Хотят Быть Прощены Но готов Ли ты Сам Других Прощать Вот что Здесь Центр Потому что Сколько Сына Не было Мы не знаем По притчам Возможно Давно Очень давно Возможно Он уже Сформировался Другим Человеком Потому что Одно Дело Эмоциональное Раскаяние А другое Дело А как им Теперь жить Дальше Ведь заметьте Притча Заканчивается Мы же не знаем А может быть Сын снова Ушел Сколько Таких Историй Пришел В слезах В соплях Кается Проходит Время А его Опять Возможно В этой Притче Так А почему И нет Сколько Я видел Когда люди В слезах Каялись Пред Богом А потом Забывали О Боге Но Заметьте Отец Все равно Прощает Хотя Возможно Сын И снова Уйдет Потому что Вот в его Лице Вот такая Милость И любовь И одновременно Такой Какой-то Неземной Мир Без Всяких Условий И вот Заметьте Отец Он даже Его не берет Видно Что Отец Уже Старый Я думаю Рембрандт Он видел Не только Себя В сыне Он видел Себя В отце Уже Старый Уже Руки Бессильные Он даже Не хватает Сына А просто Так Бережно Его Касается Прижимает К себе Словно Так вот Ласково По спине Сына Гладит Своими Руками И если На других Картинах Как будто Событие Покаяния Блудного Сына Это Просто Сюжет На фоне Красивого Пейзажа Что здесь Вот можно Еще раз Полностью Картину Здесь Ничего Нет Второстепенного Такое Вы знаете Ощущение Сын Приходит К отцу И Эта Встреча Двоих Сына И отца Как я Сказал Это не просто Какой-то Нравоучительный Эпизод На фоне Прочей Жизни А такое Ощущение Это главное Событие Совершающейся Во вселенной Вот оно Здесь И сейчас И все остальные Там Фигуры Вокруг Они не болтают Не ходят Не смотрят Не с собачками Играют Не быка тащат Они смотрят На это Потому что Это здесь Как бы Главное 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 Событие Вселенной И Вот Я когда Смотрел Ощущение Как будто Вечность В этом Мгновении Причем Заметьте Вот На их Лицах Смотришь Вот Мучения Сына Понятны Набедокурил Наделал Делов Но тут Написано Отец Столько Душевных Столько Душевной Боли Пережил Из-за сына Из-за Отсутствия Сына Что такое Ощущение Можно еще Крупнее Да Отца Такое Ощущение У него Как будто Нет уже Силы Радоваться Он Вот Как будто Молча Прижимает К себе Сына Своего Даже Радоваться Сил Нет Как будто И одновременно Такая Тишина Настает Никто Ничего Не говорит На этой Картине Тишина И я вам Напоминаю Когда была Написана Эта Картина Когда Рембранд Потерял Все Его Любимая Жена Умерла Трое Его Детей Умерло В Заденчестве Любящих Родителей Уже Давно Не Было И он Был Не Востребован Это Сегодня Это Величайший Художник А в то Время Были Другие Величайшие Его Картины Практически Уже Не Продавались Денег Не Было Он Был Больным Старым И Нищим Я Абсолютно Убежден Что С одной Стороны Он Показал Себя В сыне А С другой Стороны Показал Себя В отце Как будто Знаешь Ты Прощаешь И Очень Важна Драгоценность Чтобы Каждый Из нас Умел Не Только Просить Прощения Каждый Из Нас Умел Прощать 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 Своих Обидчиков Прощать Тех Кто Нас Предал А Ведь Люди Особенно Пожилые Люди В этом Зале Немало Людей Которые Вам Причинили Боль Немало Людей Вы В жизни Встретили Которые Вас Предали Простить Простить Тех Кто От Вас Ушел Простить Ушедших Простить себя И Вы Знаете Иногда Нам Верующим Знаете Нужно Что Сделать Бога Простить Потому Что Мы Так Бываем Обижены На Бога Какие Наши Надежды Не Состоялись То Что Мы Планировали Не Сбылось Мы Хотели Так А Получилось Этак И У У нас Такая Бывает Обида Мы Понимаем Все В Его Власти Если Все В Его Власти Почему И Вы Знаете Вот В это Им Проявляется Вера Вера Когда Ты Осознаешь Все В Божьих Руках И Даже Когда Ты В чем То Не Видишь Смысла Когда Тебе Кажется Что Не Только Лишним Но Даже Вредным Ты Уповаешь На Бога Понимая Что Все Бог Обернет Ко Благу Даже Когда Ты Это Не Понимаешь И Тебе Незачем Обижаться На Бога Злиться На Жизнь Злиться На Прошлое Злиться На Какие-то Ситуации Злиться На Какие-то Обстоятельства Порой Люди В пожилом Возрасте Носятся Вот С этими Обидами Ходят Вот С этой Болью И У них Лица Совершенно Не Такие Как Лицо Этого Отца Лицо Отца Это Лицо Простившего Человека Мы Должны Быть Теми Кто Кто Прощает А Не Только Теми Кто Получает Прощение Очень Интересно Знаете Вот Люди Можно Еще Раз Вот Картина Целиком Есть Несколько Фигур Вокруг Четыре Фигуры Вот Три Мы Видим Там Еще Вдалеке Вдалеке Девушка Еще Есть И Вот Искусствоведы Спорят Кто Эти Люди Потому Что Старшим Сыном Может Быть Как Вот Этот Мужчина В Красном Стоящий Так И Вот Сидящий С усами Может Быть Это Старший Может Быть Некоторые Говорят Стоящий Старший Сын Потому Что Вроде Он Стоит Третья Важная Фигура На Этой Картине А Некоторые Говорят Нет Он Старший Сын Был Обижен А Вот Именно Тот Кто Сидит Он Обижен У него Нога На Ногу Такое Неприятие А Старший Как-то Очень Сострадательно Смотрит Вот Некоторые Говорят Что Нет Возможно Вот Там Есть Третья Фигура Если Считать Что Это Может Потому Что Сидержится За Колонну А Колонна Очень Похожа На Колонны В Храме То Символ Закона Как бы Старший Символ По Закону Не Поднимает Милости Которая Превозносится Над Судом Вот И А Может Некоторые Говорят Человек В Красном Это Просто Путник Который Тоже Может От Кого Уходит И Тут Он Смотрит На Возвращение Блудного Сына И Сам Задумался Стоит Ли Ему Куда То Куда То Уходить Стоит Ли И Есть Вообще Такая Версия Даже Тут Можно Целиком Картину Что Вообще Вот Там Женщина Сзади Это Как бы Жена Художника Вот Это Трое Его Умерших Детей А Вот Четвертый Титус Которого Он Прощает Есть Еще Одна Версия Что Возможно Вот Человек В красном Это Отец В молодости А рядом С ним Вот такой Сын Сидит Это Блудный Сын Когда он Собирался Уйти И таким Образом Как будто Здесь В одной Картине Показаны Состояния С одной Стороны Отец Печалится Стоит А сын Ногу на ногу Закинул Пойду Своим Путем Вот Это Как бы Прошлое А тут Вот Настоящее Когда они уже Когда уже Блудный сын Все растратив Вернулся Постаревшему Отцу Как будто Здесь Прошлое Настоящее Сведены На Одном На одном Полотне Сведены Но Независимо От того Кто конкретно Эти люди Здесь Вот смотрите Важно одно Все они Вот все эти Остальные фигуры Их тут Не много Но каждый Смотрит Как будто Центр Это вот Отношение Отца с сыном И именно Отношение Отца с сыном Они как будто Сливаются И обратите внимание Как будто Это одна фигура Даже становится Соединяется Соединяющийся С Господом Суть Один Дух С Господом Писал апостол Павел И вот Отличие Гениальной Картины От великой Гениальная Картина Превращает Нас Из восторженных Зрителей В участников Этой картины Как будто Ты Как и Рембрандт С одной стороны Ощущаешь себя Блудным Сыном Который Нуждается В прощении А с другой Стороны Ты ощущаешь Себя Отцом Который Призван Прощать Других И я хочу Закончить Таким местом Писания Это Яков Вторая Глава Тринадцатый Стих Апостол Пишет Ибо суд Без милости Не оказавшему Милость Милость Превозносится Над судом Суд Без милости Не оказавшему Милость Милость Превозносится Над судом Для меня Вот вся Эта картина Эта картина О Милости Когда я смотрю На эту картину Я вспоминаю Не только Притчу О блудном сыне Я вспоминаю Чуть ли не все Притчи Иисуса Христа О милости О жемчужине О прощении О государе Вспоминаю Который Помните К нему пришел Раб Который должен был Ему огромную сумму И государь Простил своего Раба А потом Раб пошел Нашел товарища Своего Который ему Должен был уже Небольшую сумму И стал требовать Вернуть долг Когда государь Узнал об этом Он позвал раба И сказал Слушай Я тебе простил Так много А ты не мог Своему товарищу Простить Такую малость Эта притча Показывает нам Что важно Не просто Быть прощенным Хотя это тоже важно Самое главное Важно Научиться У нашего Небесного Отца Прощать Прощать Так же Как он Нас Простил И жизнь Нам предоставляет Миллион Ситуаций Чтобы проявить Это прощение Каждый день Мы сталкиваемся С тем Что нужно прощать Насколько мы прощаем Насколько мы С одной стороны Ощущаем себя Ребенком А с другой стороны Важно Драгоценное И зрелым Себя Ощущать Зрелым Взрослым Который Помогает Который Милый Который В себе Отражает Характер Государя Простившего Нас С тобой У Зинаиды Миркина Есть такие Прекрасные Строки Которые Я люблю Вспоминать Я только Лишь В детстве Не знала Как тяжко Быть Очень большой Обычной И небывалой Для всех Непонятной Душой Как тяжко Быть Вечно В ответе За всех Ни одно Существо Не в чуже Ведь все Мои дети А старше Меня Никого Вот вы знаете Должны быть Такие мгновения Когда ты должен Ощущать себя Старшим Взрослым Который Выше Мудрее Милостивее Когда Прощает И обидчиков И предателей Тех Кто подвел Прощает И вы знаете Эта картина Она конечно Вдохновила Многих И многих И композиторов И художников Других И Кинематограф Например Знаменитый Фильм Тарковского Солярис Если вы помните Там главный Герой Возвращается В конце Фильма К своему Отцу И придя На порог Дома Он точно так же Встает на колени И И отец Кладет ему Руки Тут тоже Отсылка Этой картине Но я хочу Прочитать В конце Стихотворение Александра Городницкого Вдохновленная Картина Рембрандта В доме Холодно Пусто И сыро Дождь И ветер Стучат О порог Возвращение Блудного Сына Пишет Рембрандт Кончается Срок Сын Стоит На коленях Калека Изможденных Не чувствуя Ног Голова Как у бритого Зека Ты откуда Вернулся Сынок Затерялись Дороги Во мраке За спиною Не видно Низги Что оставил Ты сзади Бараки Непролазные Дебри Тайги Кто глаза Твои Сделал Пустыми Развратители Или война Или зной Галилейской Пустыни Все лицо Твое Сжег До черна Не слушны Приглушенные Звуки На холсте И в округе Темно Лишь Отца Освещенные Руки До лица Световое Пятно Не вернуться Живем По-другому Не округло Как прежде Земля Разрушение Отчего Дома Как сожжение Корабля Думаю Самое страшное Когда нам Некуда Вернуться Когда Отчий Дом Разрушен Когда мы Приходим Сюда Приходим В дом Божий То мы Слышим Слова Евангелия Что в доме Небесного Отца Много Обителей Что даже Когда все Пройдет И все дела Земные Сгорят Со славой С деньгами С пандемиями С коронавирусами С болячками С предательствами С разводами С радостью С горем С печалью С потерей Близких Когда все Это пройдет Останется Что? Отчий Дом Так ужасно Когда люди Живут на земле С ощущением Сожженного Дома Потому что И вернуться Таким Некуда И так Прекрасно Когда мы Открывая Евангелие Понимаем Что этот Отчий Дом Продолжает Нас Ждать Отец Продолжает Нас Ждать Всемогущий Бог Сияющим Лицом Хочет Озарить Нас Светом Своей Милости Своей Любви Своего Прощения Чтобы мы Как луна Уподобляется Солнцу Отражая Его свет Так же и мы Отражая Свет Небесного Отца Как блудный Сын Отражал Свет Любви Своего Отца Могли Вернуться Домой И ощутить И единение Друг с Другом Единение Между Близкими Единение В семьях И самое Главное Единение С Богом Единение С небесным Отцом Потому что Все это Пройдет Все ради Чего Сегодня Люди Бегают Нервничают Пройдет Мы сегодня Видим Как на фоне Пандемии Многие люди Даже в этой Ситуации Не о вечности Думят А пытаются Деньги Зарабатывать Там Подорогу Продают Какие-то Лекарства Липовые Маски Задорого Продают Что это Не просто Для каких-то Неверующих Людей Это для нас Для христиан Прежде всего Потому что Я вижу Как в этой Нервозности Верующие нервы Чуть-ничуть Не меньше Остальных Как в этой Беготне Мы с вами Носимся Не меньше Чем остальные Как мы Порой Стихиями Мира Разрушаем Вот эту Связь С небесами Хотя Вся ситуация Так говорит Дорогой Ну давай Иди Нам даже От Бога Только надо Чтобы Он нам Помог Избавил Все пускай Болеют А я не болею У всех плохо У меня хорошо Даже в этой Ситуации Мы все Что-то Повыгоднее Устроиться Хотим Мы верующие А одно Только нужно Мы ничего Не возьмем На небеса Да В небесном доме И ничего Не надо Кроме Тебя Ты Там нужен В этом Небесном доме Поэтому Во время Всей этой Пандемии Вы знаете Я переживаю Такие молитвы Которые я вообще В жизни не переживал Такое единение С Богом Это такая Благодать Бог нам Приглашает Окунуться В эту милость Окунуться В благодать Давайте Закроем Глаза И склоним Головы Всемогущий Бог Мы благодарим Тебя За то Время В которое Мы живем Это непростое Время Это трудное Время Это тяжелое Время Но это Время Благоприятное Это время Спасения Это время Когда Ты ждешь Нас Каждый день Когда мы Устанем От своей Беготни От своих Планов И придем И придем к тебе И сможем Положить Свою Голову На твои колени На твою грудь Отча Склониться Перед тобой Потому что Сколько бы Нам не было Лет Пятьдесят Шестьдесят Семьдесят Восемьдесят Сто Мы Дети Перед тобой Спасибо Боже За то Что Ты Мудрый Ты Любящий Ты Настоящий Отец Настоящий Наш Папа Настоящий Любящий Ждущий Милующий И я прошу Боже Научи Нас Отображать Твой Свет Научи Нас Боже Отображать Твой Характер Твою Любовь Твое Прощение Мы знаем Что это Неземное Наше Эго Не хочет Это И мы Как апостол Павел Стремимся Чтобы уже Не мы Жили А ты Жил В нас И проявлял Себя Через нас Чтобы мы Были Как этот Любящий Отец Прощающими К тем Кто Обижает Нас К нашим Детям К нашим Близким К нашим Врагам Это Нереально Боже Для Нашей Плоти Но это Возможно Когда ты Действуешь Через нас В нас И через нас И тогда Ты Бог Который Есть Свет Проявляешься В нас И мы Становимся Светом Этому Миру Я молю Мой Бог Благослови Чтобы Мои Братья И сестры Наша Церковь Новая Жизнь Была Светом Для этого Города Особенно В это Время Чтобы Боже Мы Ни словами Ни лозунгами Жизнями Милостью Прощением Любовью Проповедовали Евангелие Божьего Царства Слава Тебе Господь Всемогущий Честь Тебе Аллилуйя И хвала Во веки Веков И каждый Верующий Да скажет Аминь Обворви Реклама Благодарю Реклама Продолжение следует...